Микс Ньюс. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. Так получилось, что сразу три неочередных заседания парламента было сегодня в четверг. Поэтому заседание затянулось. И мы связываемся с нашим экспертом, с депутатом Сейма, который работает в комиссии по бюджету и финансам, Игорем Пименовым, по телефону. Он просто не успел физически добраться до нашей студии. Игорь, как вы нас слышите? Спасибо, слушаю вас хорошо. Вот только что закончилось четвертое заседание. Четвертое уже по счету, да. Она была короткая, существовала для одного законопроекта, но из него, к сожалению, я не смогу приехать в том ступе. Конечно, бюджет – это главный финансовый закон страны. Всех, конечно, интересует, особенно в это пандемийное кризисное время. Может быть, несколько слов, как вы оцениваете этот бюджет? Какие, может быть, у вас есть опасения или с чем вы категорически не согласны? Бюджет, когда мне попросили его назвать на подписке телевидения, где я участвовал в дебатах с Атисом Закатистовым, надо было сомбить заголовком. Мой оппонент, Атис Акатистов, депутат от фракции КПВЛВ и парламентский секретарь Министерства финансов назвал его бюджетом новых возможностей для людей экономики. Я его назвал бюджетом исправления ошибок. Во-первых, потому что действительно внесены некопредитные консоекты, которые повышают социальные пособия в соответствии с решением конституционного суда, на котором, наверное, наши слушатели знают. Об этом можно поговорить раздельно, но лучше всего и сейчас, потому что разговор будет неизбежно долгим. Во-вторых, исправление ошибок заключается в том, что, по мой взгляд, Министерство финансов и Министерство благосостояния пошло на то, что все-таки обратило внимание, что налоговой политикой можно не только изымать деньги в бюджет, и в социальный бюджет, в специальный социальный бюджет, но и для мотивации развития экономики, для мотивации развития приматической деятельности, снижая расходы, которые несет любой работодатель. Я имею в виду, прежде всего, сокращение обязательного вноса социального страхования, то есть на 1% все-таки. Министерство финансов ожидает получить от всех мер, которые связаны с изменением ставок социального налога до 86 миллионов бюджета евро в год, в будущем следующего года. Конечно, это крохи, это смешно, если можно договорить о серьезном повороте, но, тем не менее, это сделано. И это, наверное, вот... Поэтому на это, наверное, и заканчивается работа над ошибками. Если говорить о оценке всего бюджета, я обращаю внимание, что главный вопрос, откуда будут деньги в бюджете следующего года и каким образом мы собираемся развивать нашу экономику, этот вопрос, он может для меня размыт. Я не вижу там тех возможностей, на которые возглавляют надежды наше правительство. Накращаются, в частности, инвестиции публичные, то есть государство, правительство в экономику. Таким образом снижается тот рычаг, которым можно было поднимать развитие экономики. А именно инвестиции являются тем общим инструментом, который обеспечивает заполнение бюджета в конечном итоге. Потому что налог, конечно же, это сильный фискальный инструмент, он заполняет деньгами бюджет. Но, с другой стороны, всегда возникает вопрос, а с чего брать эти налоги? Каким образом сделать так, чтобы денег, поступаемых в бюджет, стало больше? Увеличивать налоги тоже не решается, если решено это правильно. Потому что таким образом можно только подавить развитие экономики. И возникает задача сделать так, чтобы та облагаемая база, которая является основой любого налогообложения, стала больше. Для этого необходимо, чтобы было больше производительных товаров, больше предоставленных услуг, больше появилось приматических учреждений, компаний, предприятий, тогда будет и больше налогов, и будет больше доходная часть бюджета. Для того, чтобы все это делать, государство должно не ожидать денег на международных рынках, а вкладывать свои деньги в развитие тоже. На это нам указывал в свое время своих рекомендаций Всемирный банк. Коротко так. Да, ну вот мы знаем, что бюджет на следующий год будет рекордно дефицитным. 3,8, это вообще, я не припомню, с 9-го, с 10-го года, вот когда был этот кризис, не припомню такого большого дефицита. С одной стороны, Игорь, вас, может быть, как представителя социал-демократической партии, согласен, должно, ну не радовать, но, по крайней мере, вы должны это поддерживать. С одной стороны, с другой стороны, вопрос только в том, как мы будем эти деньги кредитные, судя по всему, заемные, будем тратить, наверное. Ну, безусловно, жить, как жили средние века, пока за свои деньги, невозможно. Экономика свободного рынка основывается на заимствованных средствах в первую очередь. Поэтому, бежать от Бога, что мы делали целеустремленно, подчеркивая, кодолируя всячески, что нельзя жить за счет своих детей и внуков, от этой практики государство отходит под давлением объективных обстоятельств. Нам необходимы не только лакать, а те дыры в экономике, которые у нас сформировались из-за всемирной эпидемии, но и ликвидировать то отстояние, которое сложилось к началу эпидемии. Задача заключается не в том, чтобы избежать их долгов. Задача заключается в том, чтобы эти долги, безнадолгами, управлять. Необходимо брать деньги в долг, но для того, чтобы создавать новые активы, возвращать деньги, взятые в долг, а для пациентов, а активы эти передавать в украсну следствие нашим детям и внукам. То есть, неизбежно всегда жить за счет своих детей и внуков в том смысле, что мы придаем им заработанные нами и созданные ценности, которые они получают в основу для своего развития. Поэтому просто попугаться бюджетного дефицита, царахаться от него как от беды, как от чумы, это экономически неправильно, по-моему, глубокое возрождение. Помнить нужно еще одну вещь. Государство, которое живет с маленьким долгом, оно не имеет своей кредитной истории на международных рынках, и поэтому к такому государству международные кредитуры относятся тоже настороженно. Такого рода проблемы были относительно недавно у Эстонии, которая всегда гордилась тем, что у нее маленький долг, к чему, собственно говоря, и призывал Европейский центральный банк и Европейская комиссия. Но как раз то государство, которое активно выступает, кредитуется на рынке, перекредитовывает, возвращает свои деньги, вкладывает их в развитие своей экономики, оно является не только жизнеспособным государством, приносящим доход и благосостояние своим жителям, но и активным участником международного рынка. И вот как раз эта политика сейчас, ну, она разворачивается в полную силу для нашего государства. Смотрим, каким образом мы, которые были приучены в течение 10-15 лет жить большим учетом прогулок, сможем распоряжаться теми деньгами, которые теперь можно брать на рынке. Я не уверен, что эта политика долго продержится. Потому что философы и финансисты в Европейском центральном банке, формирующие философию финансовой политики Европейского Союза, рассматривают все эти средства в некоторую временную меру, которая вынуждена для того, чтобы поднять экономики, пострадавшие во время эпидемии. Во-первых, эпидемия далеко не закончилась, как мы все это, к сожалению, наблюдаем сейчас в нашей стране, да и в другом, в Европейском Союзе и во всем мире. А во-вторых, остается все-таки главная задача обеспечить задел для развития народного хозяйства в ближайший год. И для этого необходимы капитальные инвестиции, которые брать можно только заимствуя на рынках, в свою очередь. Как будет нашим государством этими деньгами распоряжаться? Вопрос другой. Потому что правительства меняются, чтобы обеспечить наиболее эффективную экономику и финансовую политику. Да, может быть, такой вопрос хочу задать. Как вам кажется, вот это необъявление чрезвычайной ситуации, мы видим, что все-таки вторая волна серьезно накрыла Латвию, необъявление чрезвычайной ситуации, не связано ли это с тем, что просто правительство, закончились деньги? Потому что если объявляется чрезвычайная ситуация, то мы знаем, что какой-то механизм пособий и долгой помощи и наемным работникам, и коммерсантам придется запустить. Может быть, в этом причина? Ну, на мой взгляд, ответ очевиден, и вы его произнесли сейчас. Потому что один раз легко объявив чрезвычайную ситуацию, правительство поняло, что какие-то изверстия такая политика проводит. Но, с другой стороны, чрезвычайная ситуация была, на мой взгляд, политика правильная. Чрезвычайная ситуация закономерно давала финансовую подушку по существу всем. И работодателям сохранять свое предприятие и посильную поддержку самозанятым лицам и наемным работникам. Уже сейчас многие жалуются и получают сигналы от наших избирателей, что хорошо будет чрезвычайную ситуацию, потому что помещается количество клиентур у самозанятых лиц. И они обращаются в первую очередь. Это практикующие врачи, ветеринары, лица, обслуживающие клиенты на своем рабочем месте, косметологи, парикмахеры, кюрщицы. Это также учителя, которые занимаются репетиторством. Все те, которых мы называем самозанятыми, которые действительно получают крутой поход и за счет его обеспечивают свое благосостояние. Сейчас они ничего от государства получить не могут. Формально у нас все хорошо. И поэтому, в частности, уже сегодня мы подали вопрос в министерство правительства, в кабинете министров, о том, каким образом правительство собирается эту ситуацию разруливать в ближайшее время, потому что всей видимости в ближайшие 5 лет и 5 недель лучше не станет. И необходимо уже сейчас вырабатывать какие-то способы поддержки тех участников рынка, которые обеспечивают не только свое благосостояние, но и своими налогами. Я считаю, что мы на кунг-паву. Поэтому, о чем вы заговорили сейчас, Абит, это очень важно, это очень существенно для того, чтобы к этому заниматься. И я рассчитываю, что этой теме мы с вами все вернемся. Да, вот мы знаем, что кроме бюджета, в бюджетном пакете есть и налоговые изменения. Как бы вы их прокомментировали? С одной стороны, особо широких возможностей для маневра у правительства не было, но уже повышать, наверное, налоги на труд невозможно. Они и так одни из самых высоких в Европейском Союзе в Латвии. Как бы вы это оценили? Вы имеете в виду те изменения, которые были сделаны в налоговом законе? Да, те, которые предлагаются сделать, да. Больше всего говорят сейчас, конечно, о введении минимального социального взноса. Да, 170 евро. 177 евро для самозанятых. Авторских вознаграждений. Если будет введена минимальная заработная плата в 500 евро. Да. Я так понял, что вы сейчас от меня ждете оценку того, что сделано, а не рассказать о том, как я собираюсь сделать. Потому что еще, наверное, было бы интересно потом, когда будет пыль, как мог бы свернуться, встретиться снова и рассказать в деталях, еще, собственно говоря, какие нужно. Обязательно. Оценка заключается моя, например, следующее. Государство, на мой взгляд, с первых дней формирования рыночной экономики, заботу граждан и всех живущих в Латвии, многоплательщиков о своем будущем, о своих пенсиях, о ситуациях, когда каждый из нас время-требно попадает в неприятное положение, или болезни, или когда мы просто стреляем, или у нас возникают другие неприятности. Все, что вызывает социальное страхование. Все, что вызывает к активизации механизма социального страхования, вот все эти расходы, которые мы вынуждены покрывать вроде бы из государственного бюджета, на самом деле это наши деньги. Государство только нам выдает, оно признает за собой обязательство выплачивать из большого кошельца, как называется, социальный бюджет, те деньги, которые мы в этот мешок положили. Старывается такая ситуация, когда механизм формирования социального бюджета не совсем сформирован, грамотно, не совсем оптимально заполняется, не со всех групп населения, многие другие факторы называть, которые определяют политику наполнения социального бюджета. И в таком случае государство берет на себя ответственность принимать какие-то административные меры, менять ставки и социального взноса, вводить те или иные возможности социального страхования, но, на мой взгляд, в любом случае нельзя говорить о том, что государство таким образом гарантирует нам социальную защиту. Государство распределяется нашими же деньгами. И поэтому мне представляется, что в перспективе мы должны не ставить вопрос не о том, а так обеспечить лучшим образом выкачивание денег из наших доходов для использования их в справедливых ситуациях в будущем или даже какие-то бывают неприятные вещи, связанные с болезнями или с потерями трудоспособности. Нужно говорить о другом, нужно чтобы гарантии государства социальной защиты не были зависимы о людях, которые пусть всю свою жизнь работают и получают доход и платят подоходный налог. И этот вызов рано или поздно стоит передать им в полный рост. Чем больше государство будет отжимать денег, говоря, мы о вас заботимся, а вы потом нам дадут спасибо скажете, тем больше недовольства будет возникать среди латвийцев. Я думаю, что к такому вызову мы рано или просто придем. Да, вот может быть еще один вопрос, который не могу не задать. Вот фонд стабилизации Европейского Союза, средство из которого, ну, так нам, по крайней мере, говорят, будет доступной Латвии даже с следующего года, там называется, что в следующем году мы сможем освоить, так можно сказать, около 2 миллиардов евро, даже больше чуточку. Но я так понимаю, что особого как бы вот представления у правительства, четкого плана действий, как мы будем использовать эти деньги, так, чтобы действительно была какая-то добавленная стоимость, мне кажется, у власти нет. Может быть, я что-то пропустил. Как вам кажется? Эти деньги, в общем-то, да, они планируются, на эти деньги государство рассчитано. Насколько я понимаю, они уже как бы расписаны в доходной части бюджета. Эти репутские трансферы 2 миллиарда евро грантами. И, кроме того, это еще кредитные кредитные подсели, 2,1 миллиарда тоже из этого фонда восстановления и экономики, да, и развития. Это называется recovery and resilience в основном 2 миллиарда на весь Европейский союз. Нам из этой суммы до 4,1 миллиарда. Это то, что повторил премьер-министр Каревич, не дали, как вот вчера на усыдание комиссии. Каким образом, насколько оптимальные деньги будут использованы, ну, сейчас я говорить не с ним не готов. Я просто не знакомился так, что дополнительно так детально, что можно было комментировать для вас и для наших слушателей. Да. Вот в самом начале вы сказали очень важную, я думаю, для многих наших радиослушателей вещь о системе социальной поддержки. Но вот эта система, которая существовала до сего дня, она была разбита в пух и прах Конституционным судом, было несколько решений и сейчас определенные вносятся предложения правительства. Но я так понял и от ваших коллег по фронте, акции согласия которого в социальной комиссии и от юристов юридического бюро, что вот эти предложения правительства, они, ну, прямо скажем, духу и букве решения Конституционного суда не соответствуют. для нормальной социальной комиссии выясняют, что решения Конституционного суда гораздо более решительны, решения решительны, для университетологии, чем то, что предлагает нам в ответ на эти решения правительства. Но на то и существует второе чтение бюджетов, которые, я полагаю, будут внесены предложения о внесении изменений к государствам, чтобы эти решения привести в жизнь в той форме, как это указано в решении Конституционного суда. Да. Вот все-таки можно ли сегодня говорить, как вам кажется, о том, что, ну, есть реальный экономический кризис? Потому что мы видим, что, ну, правительство тоже по-разному все это оценивает. Каренч недавно, премьер-министр, выступая публично, заявил о том, что наша экономика демонстрирует удивительную устойчивость и сейчас опять наблюдается какой-то определенный рост. Как на самом деле? Вы спросили меня, а есть у нас сейчас кризисы или кризисы нет? Состояние экономики неустойчивое, но я бы не называл его кризисным, потому что падение, которое реально состоялось, оно не так велико, как мы ожидали. Кроме того, Латвия получила деньги в подушку из Европейского Союза, которое позволяет рассчитывать на то, что мы преодолеем это падение, вызванное весенним действительно кризисом достаточно скоро, уже к концу следующего 21-го года, начало 22-го, поэтому я бы сейчас не сгущал доски. Да, вообще мы знаем, что механизм или машина для голосования управящей коалиции отработана, эта машина работает очень четко, в связи с этим можно ли вообще ожидать, что этот проект бюджета, который пришел из правительства, претерпит какие-то существенные изменения, я не говорю технические поправки, когда там, не знаю, абзацы поменяют местами? Опыт показывает, что существенных изменений в 7 бюджет не претерпевается, потому-то долго бюджет готовили к осмотрению в принятии министров и внесли его в 7 буквально за 1 сутки до той даты, которая указана в законе об управлении финансовыми бюджетами как крайние даты внесения закона, то есть в 7 то есть 15 октября мы получили его 14 я к тому, что правительство в правительстве и министерстве говорили с концепцией о том, каким бюджет должен быть в следующем году и будут стоять ничего не отдавая другое дело, что от принципиально возможности финансирования за счет бюджетного дефицита открывается возможность и на том, чтобы настоять на дополнительном финансировании тех или иных мероприятий которые депутаты СЕМА считают необходимыми и вот об этом еще будет тоже разговор таким образом это сделать кроме того на мой взгляд нам нужно разработать свои какие-то альтернативные инструменты развития экономики вроде банка развития который есть в Германии который позволяет который ему можно делать соответствую законную героинскую союзу который позволял бы заимствовать имени государства на международных рынках и вкладывать деньги в собственное развитие это очень сырое это на уровне идеи я не готов говорить что такое предложение будет внесено в любом случае конъюнктура для внесения предложений сейчас более благоприятное чем год или два или три назад вот я вот так сейчас утверждал что это выглядит мне говорить сейчас сложно надо подождать несколько дней потому что мы сейчас работаем над тем каким образом лучше воспользоваться ситуацией которая сложилась есть конкретные предложения которые сейчас формируются я обращу внимание еще на чем я не раз говорил в разговоре с вами АВИК о необходимости введения такусейного доходного налога федерических лиц расширение обложения налогов базы лежащей подложением налогов на доходе федерических лиц введения туда в том числе и диригентах это вроде бы такая страшная мера на самом деле если грамотно расставить ставки пороги на которых меняются ставки этого налога этого налога можно добиться наоборот снижения расходов предприятий особенно малого и среднего бизнеса конечно лицам которые получают очень большие доходы мне на это возражают нас их очень мало во-первых денег так мало как я считаю во-вторых денег которые получают небольшие группы лиц которые являются тоже налогоплательщиками нашей стране они декларированы здесь их деньги могли бы грамотно обложенные налогом тоже приносить дополнительный доход бюджет государства и это не означало перекладывание из одного термана в другое это означало инвестиции в развитие экономики все зависит еще раз от того каким образом правительство будет распоряжаться не только общее правительство правительство государства но и самоуправление это же тема отдельного разговора про то каким образом самоуправление могут на местах улучшать существенно и качество жизни наших людей и способствовать развитию экономики на своих территориях да вот в завершении может быть это может быть не тема сегодняшнего нашего эфира но я думаю что наши радиослушатели не поймут если я не спрошу у вас как у ну не знаю такое слово не хочется может быть употреблять но тем не менее как у ветеранов все-таки партии согласия человека который был одним из депутатов которого стоял истока вот создание социал-демократической партии что сейчас вот делается может быть согласие и что нужно сделать на ваш взгляд чтобы ну вернуть доверие части избирателей по крайней мере вот к этой партии спасибо вам для этот вопрос хоть он и в самом конце нашего разговора скорее всего задан но как раз именно этой темой я занимался последние несколько недель да мы очень много спорим вы сами понимаете о том каким образом развиваться в партии дальше еще раз повторю один раз я об этом говорил что наверное мы единственная партия в Латвии у которой есть несомненное преимущество перед всеми остальными партиями у нас нет никаких иллюзий в отношении самих себя по крайней мере те у кого они были в общем-то лучше потерпели как сказать не политическое поражение но некоторое моральное потому что опыт развития партии по тем пряткам тем лекалам которым она развивалась до сих пор себя мы легко выражаясь не оправдал я вижу что решение выход из кризиса который партии необходим и который неизберенно состоится может выполняться в общем-то по одному проторенному пути и застатно проверенному другими партиями в первую очередь партиями левого спектра это последовательная демократизация последовательное вовлечение в управление партией людей которые решили связать себя свою жизнь с партией это опора на территориальные организации это вовлечение в принятие решений все большего количества людей разработка соответствующих процедур которые бы не только давали возможность но и обязывали членов партии принимать решения от имени партии необходимо сделать так чтобы формирование всех исполнительных учреждений партии от правления территориальных организаций до правления самой партии происходило делегирование своих представителей территориальных организаций обои выборы это мое предложение естественно я согласен я настаиваю выборы правления партии должны быть закрыты и возможно в несколько этапов в противном случае формируется механизм отрицательной селекции руководства партии на всех уровнях территориальной организации партии когда положение от китайца в значительной степени определяется степенью его преданности руководителю я вот это так скажу это наверное звучит очень сурово но с другой стороны именно такая дисциплина присутствия в партии является наиболее губительной для развития партийного организма это начало застоя это перед тому что решение все в большей степени начинает приниматься людьми которые не заинтересованы в инициативных поворотах развития партии не заинтересованных в принятии решений которые бы вовлекали все большее количество людей в развитии партии застой гнилостность это в общем-то та среда где любая инициатива в нашей повседневности может привести только к конечному итоге гибели вот такие разговоры сейчас ведутся я в них участвую работает группа которая формирует свои предложения к съезду он может состояться 7 декабря я очень рассчитываю на то что мы уже в скором времени сможем и самим себе называть конкретные дела которые необходимо выполнить и сможем об этом рассказать общество в том числе и вашим слушателям Держим вас на своем спасибо большое Игорь Пименов у нас был на прямой связи по телефону сразу после окончания принадлого заседания Сейма большое спасибо